Друзья, всем привет! Меня зовут Елена, вы на канале о вышивке. Возвращаюсь я наконец-то к съемке видео. Достаточно много пропустила, но ничего будет интереснее. Повсюду сейчас царит новогоднее и рождественское настроение. У меня новогоднее настроение началось очень давно, еще где-то в начале декабря. Я уже даже и елку достаточно давно нарядила. На самом деле это для меня вот эти все дни подготовки, все дни перед этими праздниками, это и есть настоящий праздник, потому что потом уже как-то все идет на убыль, и такого настроения уже, конечно, нет. Ну давайте к вышивке. Все вы, наверное, помните моего сэмплер санту, который я вышла еще в прошлом году и обещала к этому новому году его собрать. Но я пока еще не выполнила обещание, но и до нового года еще есть время. Что я с ним сделала? Давайте покажу. Значит, я, во-первых, проклеила его клеевой, вот вы видите. Вот такую вот заднюю часть для него выбрала. Это тоже лен Белфаст в крапинку. Я ходила по магазинам, искала какую-то более интересную основу на задник, но, к сожалению, не хватило мне терпения что-то найти такое специальное, и, в принципе, мне в итоге понравилась идея сделать вот такую, использовать эту ткань. Ее я тоже проклеила. Я его, значит, сделала припуски на где-то сантиметр с металла. У меня здесь видно вот этот мой контур, да, по которому я буду на машинке его строчить. Сюда мне еще нужно придумать какой-то помпончик. Тут я вот так сделала метки, что здесь мне не надо сшивать, потому что тут еще помпончик нужно будет вшить. Также здесь я сделала метки о том, что здесь у меня мои ручки должны, то есть здесь тоже не надо строчить, потому что здесь будут пришиваться ручки. То есть сначала мне нужно будет... Не буду его выворачивать, но, наверное, помните его. Потом уже покажу готовый результат. Значит, вот мои ручки. Тут тоже эта же ткань на заднюю часть. А, нет, эта ткань у меня родная, то есть на которой я вышивала. Это мои ручки. Санты, варежки. Здесь тоже, вот здесь я не буду зашивать, потому что я сначала должна их буду наполнить, вывернуть, и потом уже буду шить самого Санту. Здесь тоже у меня прекрасно виден вот этот контур. Я сметала чуть подальше, чтобы легко эта наметка ушла. Тоже вот так прострочу. Надеюсь, мои навыки работы на машинке, вот эту достаточно сложную линию, ровно прошьют, потому что я, конечно, давно этого не делала. Даже недавно подшивала шторы, и ровная строчка у меня все равно ровной не получается. Но я буду как-то на медленном режиме это делать. Вот что я приготовила. Также у меня есть вот такое дно. И оно тоже проклеено. И для него приготовлена вот такая картонка. То есть это будет дно, на котором он будет стоять. Напомню вам картинку. Так, что я ему помещу в руку, я не знаю. У меня нет такой маленькой елочки. Но это будет не проблема, это же завершающий этап. Это мы потом придумаем. Картонку, скорее всего, надо будет тоже чуть-чуть еще обрезать, чтобы она поменьше была. Так что вот такие у меня заготовочки. Все-таки надеюсь к Новому году его сшить. Без готовых работ у меня не обошлось за это время. Целых две работы я закончила. И в их числе, конечно же, мой желудевый сэмплер. Это желудевый сэмплер от дизайнера Сэнди Ортон. Схемку я... Одну я схему скачала, другую я покупала на сайте coolersdesign.com На сайте Cooler Design эта схема без шовчиков идет. Поэтому, конечно же, мне пришлось вышивать по двум схемам, потому что прелесть этого дизайна именно в этих красивых шовчиковых элементах. Он достаточно такой объемный получается, потому что вышиваются крестики в три нити. Здесь достаточно много металлика. Есть немножко ниточек ручного окрашивания. Но все эти ниточки ручного окрашивания и металлик я вышивала подбором из своих запасов. То есть я подбирала что-то такое наиболее близкое. Сейчас покажу вам, где. Допустим, вот эта ниточка тоже из запасов взята хлопковая. Вот это вообще... Металлик у меня здесь идет. Rainbow Gallery. Один я купила медный на глаз, другой золотой. То, что у меня оставался от мандалы моей. Остальное все ниточки DMC. Он весь на самом деле такой переливается, потому что Rainbow Gallery они такие яркие, блестящие нитки. Здесь тоже различные шовчики. Вот видите, желуди выполнены. Кое-что я, знаете, я смотрю... Так у меня было две схемы. Кое-где я, конечно, пропускала моменты, когда надо было сделать шовчики. Например, вот эти шляпки тоже должны быть немножко по-другому вышиты. Но, знаете, в итоге все равно работа смотрится красиво. То есть... Так, где-то, конечно, я их сделала, где-то не делала. В общем, такая сборная солянка у меня получилась из этой работы. Не совсем по ключу, но она такая же красивая. Ничего страшного в этом не вижу. Вот эти тоже элементы, выполненные аппетитом, это тоже ниточка, которая у меня была из наличия. Подобрала на глаз максимально близкую. Вот такое барджелло. Здесь и мои инициалы. Год, когда работа была вышита. Очень красивый сэмплер, и я рада, что теперь он есть в моей коллекции. Он заслуживает достойного оформления, и, конечно же, однажды будет оформлен. Участвую я в совместном проекте от Twin Peaks Primitives в Инстаграме. Но, знаете, как-то сложно назвать это участием, потому что я много пропускаю из-за того, что работы много у меня и других дел. Так что как-то у меня в последнее время с проектами совместными не вяжется. В принципе, достаточно большая часть работы у меня уже вышита. Осталось, на самом деле, чуть-чуть, и я закончу. Дизайн Twin Peaks Primitives вышит мной абсолютным подбором. На самом деле он выглядит совсем по-другому. Вот здесь я решила поменить всю свою изобретательность, но немножечко подбирать цвета, посмотреть, как у меня это получается. Пока не могу сказать, что я в восторге. Не знаю. Я, знаете, поняла, что у меня вот такие маленькие проекты вот совсем не идут. Как-то я после своих масштабных работ в этом году я их перестала воспринимать как серьезные и начала несколько маленьких проектов, и вот все, не могу их закончить. Они у меня идут дольше, чем мои большие проекты. Пока не поняла свое отношение к маленьким работам, но как-то сложновато идут. Здесь у меня и металлик я использовала, вот эти вот звездочки. Вышила таким сатиновым стежком, шелком. Планирую пришить сюда шармики, то есть такая будет работа, насыщенная на детали. Также, вы видите, я наверху уже начала писать надпись Keep Calm and Stitch Sampler у меня будет здесь написано. А Since 2016 год, это значит то, что я вышиваю с 2016 года. Глубоко подсела на вышивку в 2016 году. И вот именно этому я и хочу посвятить эту небольшую работу. Также здесь такие две дамочки. Они для меня символизируют некоторую такую дружбу между вышивальщицами, которая завязалась у меня после того, как я заведла свой YouTube канал. Это произошло очень рядом с тем моментом, когда я начала вышивать. И все это у меня ассоциируется именно вот с этим. Поэтому это такие две подружки-вышивальщицы. Здесь на этом дизайне объединенные общие идеи. И вот это все, в общем, зашифровано в этой вышивке будет. Совсем чуть-чуть недавно я начала вот этот дизайн. Это Winter Heaven от Just None. В этом году я не вышила ни одного дизайна от Just None. Очень странно. Ну, зато я их много вышила в предыдущем. Зато очень много работ от Just None я вышила в предыдущем году. Зато очень много работ от Just None я вышила в прошлом году. И вот, наверное, 2020 год он во многом будет насыщен для меня и, собственно, также и для вас, конечно, в моих видео. Этими дизайнами я чуть-чуть начала. Здесь эта рамочка вышивается, видите, ниточкой перле. Это уже ниточка DMC в два сложения. Ну, совсем чуть-чуть, поэтому не знаю, насколько тут много можно рассказывать. Очень красивый дизайн. Хочу в 2020 году повышивать Just None. Соскучилась. Соскучилась я по этим работам. А у меня в запасах очень много красивых схем. Семплеры Long Dog. Наверное, это влияние Марии с канала День вышивки. Но я недавно зашла на сайт Long Dog, на сайт этого дизайнера и рассмотрела все эти дизайны. Конечно, они потрясающие. Тут не только какие-то элементы хочется рассматривать, но и когда ты видишь вот это полотно издалека, это совершенно определенно очень гармоничная композиция. Очень-очень красивое полотно. Вот есть, наверное, дизайнеры, которые на небольшой площади хорошо работают, да, а есть люди, которые мыслят масштабно. То есть это и в деталях красиво, и издалека очень такая потрясающая работа получается. Не думаю, что я буду их много вышивать, потому что все-таки даже вот этот семплер, он у меня вышивается черной ниточкой на Newcastle, кремовый цвет. В одну нить я вышиваю. Не быстро он у меня идет, но в этом году, в 2020, я хочу его хорошо повышевать, продвинуть. Может быть, надо на него какой-то план сделать, знаете, там по элементу в месяц или по элементу в неделю, потому что так-то не особо много вышивать, но надо продвигать. Очень мало продвинулся, а начала я его достаточно давно. Семплер от Мойры Блэкберн, который называется Love and Beauty. Я начала тоже совсем недавно, чуть-чуть. Очень мне хотелось его начать. Он тоже большой, поэтому надо начинать такую работу. Здесь достаточно много повторяющихся элементов, и, на мой взгляд, он мне будет достаточно быстро надоедать. Поэтому я решила, надо начинать, и таким образом я его все равно частями буду вышивать. Иначе за один присест, конечно, такой сэмплер не вышишь. Это тоже сороковой каунт. У меня ниточки DMC по ключу идут. И надеюсь, что получится очень красивая работа. С ней я участвую традиционно в совместном проекте Big Sampler Challenge в группе Вышивка крестом Примитивы. Этот мой челлендж, наверное, перейдет с этим проектом на следующий год. Ну, я решила начать уже в этом. Какая разница? Он достаточно большой будет. И вот так вот получается. Всегда мечтала повышевать гобелин, и моя мечта сбылась. Гобелин от Boffy Threads по дизайну Вильяма Морриса. Strawberry Thief, клубничный вор. Птички, которые тут клубнику, видимо, поедают. Значит, это такая шерсть от Appleton Wool. Она толстая достаточно. Вышивается толстыми иголками. Видите, здесь такая твердая основа. Приятно это трогать. Это такая шерстяная, очень плотная поверхность, получается, которую можно вполне использовать, как там, обтянуть какое-нибудь пуфик, кресло, что-то такое прикладное сделать. Ну, здесь подразумевается подушку. Подушка, ну, во всяком случае, нарисована на самом превью к этому набору. Я показывала обзорчик как-то в своих предыдущих видео. И я, конечно, видите, продвигаюсь тоже по чуть-чуть, потому что здесь очень острые иголки. Они большие, толстые, сложновато проходят через вот эти основы. И я очень быстро накалываю себе руки. Поэтому по чуть-чуть, периодически я его беру, вышиваю и откладываю. Иначе моим рукам придется плохо, и я просто не смогу вышивать. Поэтому все это тоже идет поэтапно. Давайте покажу изнанку. Как-то вот так у меня это выглядит. Ну, знаете, да, не особо аппетитно. Вообще должно быть все вот таким образом. Но приходится... Я закрепляю точно так же ниточку, как и на вышивке. Поэтому приходится все-таки делать мне протяжки какие-то. Ну, вот так. Так, возможно, здесь нужно вообще вышивать и прикрепить мне это все на раму. И вышивать... Как это называется? Парковкой. Парковкой тогда, наверное, это было бы все более правильно с оборотной стороны. Но кого волнует оборотная сторона? Меня абсолютно она не волнует. Поэтому ничего я не собираюсь менять. Буду вышивать так, как вышиваю сейчас. Начала я также вышивать English Garden от Samplers Not Forgotten. Такой дизайн. Он рекомендуется вышивать на 40-м каунте. Я также вышиваю на 40-м. В одну ниточку нитками Wix Divox. Переводов в DMC здесь нет. Поэтому, чтобы его вышить, пришлось покупать оригинальные нитки. Причем я думала, что некоторые цвета, которые я не найду в магазине, я как-то на что-то заменю. Но основа у меня сложная. И я решила все-таки этого не делать. Пришлось... Буду дозаказывать эти цвета. Вот видите, ключ весь идет Wix Divox. Количество моточков. И он большой. 210 на 361 крестик. Для него я взяла отрез 50 на 70. Это лен. Бурый от Newcastle. Бурый цвет. Он такой, знаете, серо-коричневый. Такой непонятный. Абсолютно цвет. Какой-то никакущий. Я бы сказала его про него. Но, так как здесь ниточки с переходами. Некоторые нитки достаточно с явными переходами. И он очень насыщенный. Ну и, собственно, посмотрите на дизайн еще разок. Он достаточно насыщенный. Поэтому меня это не пугает. Я начала. Обозначила тут границы. Мне было интересно, какой размер из этого всего выйдет. Немножко мятая основа. И он достаточно большим получается. Достаточно большим. По чуть-чуть. Тоже я его начала. У меня пока не все цвета. Ну вот примерно такая цветовая гамма. Здесь розовые, какие-то зеленые, желтые цвета. Ну вот так будет, пожалуй, получше видно. Такой темно-синий цвет, розовый. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В эфире я рассказывала, что ходила на мастер-класс по керамике. Это уже был не первый раз. Ходила я и с мужем, и с сестрой. И вот это тыковка-шкатулка, которую сделала я. Покрывали глазурью в самой мастерской. То есть я попросила вот такие цвета сделать. Ну немножечко, на мой взгляд, не особо удачно получилось. Конечно, у них слишком так топорно. Я думала, что это более естественно получится. Но такая тыква получилась. Все равно это ручная работа. Шкатулочка. Не знаю, что я буду в ней хранить. Пока так и не придумала. Она просто строит для красоты. Вот. И вот эта шкатулочка моей сестры, которая по цвету, мне кажется, более удачная. Сестра говорит, что ей нравится моя тыква. Я говорю, что мне нравится ее тыква. И вот что получилось. Так как вы спрашивали, я вам показываю. Ну и, конечно же, еще одна моя законченная работа. Очень большая. Миробилие. My Lady's Garden. Это достаточно старый дизайн от Миробилия. И он, конечно, отличается даже по своей технике вышивания. Потому что здесь очень много одиночек. Много какой-то шахматки. То есть это просто живопись крестиком, как я уже как-то говорила. Здесь нет бисера. Есть ниточки три цвета ручного окрашивания. Есть металлик. Который я тоже взяла не по ключу. Потому что по ключу вышивать ну очень-очень сложно. Оказалось, вот видите, как он переливается. Очень красивые такие калитка в сад открывается. Очень-очень красиво. Здесь мои инициалы и год, когда работа была вышита. Очень живописная. Я... Вы помните, что я сомневалась насчет основы. До сих пор не знаю, насколько правильно я поступила. Но показываю вам свою законченную работу. Здесь очень красивые цвета. Я люблю такие и бирюзовые, и фиолетовые. Всегда были моими такими любимыми цветами. И эта работа, наверное, поэтому мне и понравилась. Очень красивая. Конечно, я бы рекомендовала этот дизайн вышивать с помощью такой программы, как Cross Stitch Saga. Потому что по бумажной схеме я двигалась достаточно долго. А вот так как у меня не так давно появилась эта программа, я, конечно, вот эту часть, в которой... То есть она одна из самых сложных. Я продвинулась значительно быстрее, чем это было бы по бумажной схеме. Вот еще. Я подумала, что эта работа очень хорошо сочетается с моей мандалой. Розариум мандала от Shuttle Line. Это как некоторое такое продолжение этой истории, которая рассказывается в этой работе. Сейчас вам покажу. Немножечко здесь у меня... В этой комнате плохое освещение, поэтому покажу вам так. Вот моя мандала. И вот эта работа. То есть, в принципе, мне кажется, они вполне могли бы ужиться рядом по своим цветам, по своей теме. Они достаточно удачно соседствовали бы рядом. Субтитры создавал DimaTorzok